Медовая вода это поистине потрясающее средство, которое доступно абсолютно каждому. Положительное влияние медовой воды на организм невозможно переоценить. Одну чайную ложку меда развести в стакане сырой воды. Получаем 30% раствор меда, который по составу идентичен плазме крови. Мед в сырой воде формирует кластерные связи, структурирует ее. Это повышает ее целебные свойства. Медовая вода усваивается организмом быстро и полностью. Медовую воду в лечебно-профилактических целях нужно пить утром натощак. Стакан медовой воды нужно выпить залпом. Это важно. Сфинктер желудка сразу же откроется и жидкость попадает в кишечник, после чего впитывается в кровь. Эффект медовой воды. Нормализуется пищеварение, улучшается работа всех звеньев желудочно-кишечного тракта. Повышается иммунитет, проходят хронические насморки, бронхиты, разжижается и выходит слизь из легких естественным путем через кишечник. Противопаразитарное средство. Перевариваются завалы в кишечнике, растворяются каловые массы, происходит санация кишечника, происходит чистка всего организма на клеточном уровне. Повышается антибактериальный противовирусный эффект. Нормализуется работа толстой кишки. Медовой водой протирают лицо, она питает кожу, делает ее мягкой, бархатистой и нежной. Это натуральная косметика, самая древняя и самая современная одновременно. Уточнение. Когда нужно пить медовую воду? Обычно медовая вода пьется утром натощак, как только вы проснулись и вечером перед сном. Будет еще лучше, если сначала утром выпить стакан простой воды, а затем через несколько минут стакан медовой воды. Вода должна быть комфортной температуры, какую вам приятно выпить залпом. Не бойтесь пить воду перед сном. Она предупреждает появление отеков, потому что разгружает почки. Самое главное, пить сырую воду, а не кипяченую. Это очень важно. Именно сырая вода нужна нашему организму, потому что она живая. Сырая вода это любая питьевая, негазированная вода, которая продается в магазинах, бутылках, либо водопроводная вода, прошедшую очистку с помощью фильтра. Кипяченая вода это мертвая вода, которая застаивается в нашем организме и провоцирует возникновение отеков. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.